Леонид Арнольдович, расскажите о своих ощущениях, когда вы видите в концовке игры пенальти и вот этот момент. Вы смотрели на поле? Честно говоря, я матерился и было не очень удобно, поскольку рядом сидели достаточно высокопоставленные персоны, значит, и я весь на эмоциях. На самом деле я понимал, что пенальти нет, потому что я потом подошел специально, спросил у Руслана Литвинового, что было. Я посмотрел, никого нет, подпрыгнул, и в этот момент, я не помню, кто защитник Динамо, подошел и подсунул голову туда. Но это помните, то же самое, как было в игре с Ростовом, очень работаете на телеканале, видите, да, момент, когда Куфья стоит, бежит, нападающий специально цепляет за его ногу и падает. Но это так, футбольные хитрости, к сожалению, вот такое, не очень честная игра, она присутствует. Так и здесь, пенальти не было, и его можно было поставить только в том случае, когда очень хочешь его поставить. И, к сожалению, когда я говорил, что эта игра была как бы весь чемпионат в разрезе, ну вот это как раз то. Я понимаю, что со мной будут спорить, но 13 очков Спартак не досчитался из-за спорных, мягко говоря, судейских решений. Очень сильное заявление. Скажите, ну хорошо, значит все заканчивается. Почему сильно? Я могу по каждому эпизоду рассказать, показать нарезки и так далее. Ну, к сожалению, такова судьба Спартака. Для вас ощущения от победы в кубке, они перекрывают ощущения от сезона в целом? Ну, сезон, сезон, сезон был переходной. Было понятно, что, к сожалению, в этой ситуации, хотя я говорю снова, добавьте 14 очков к нашим, и не так все плохо получается. Ну, в целом, да. Поскольку с самого начала было понятно, что чемпионами нам не стать, поскольку весь чемпионат, так сказать, за цикл не только на чемпионство одной команды. А вот кубки, да, в кубке можно было победить. В столетие кубок. Насколько это было принципиально важно? Ну, смотрите, в 2003 году, когда я пришел, стал акционером Спартака, тогда у меня еще не было контрольного пакета, мы выиграли кубок. И, естественно, что спустя 19 лет очень хотелось снова подержать кубок в руках. У меня совершенно, как говорят теперь, большой шлем, то есть есть и чемпионство, есть суперкубок, есть кубок. То есть все, что можно было взять от чемпионата, я взял. Ну, сам факт. Большой праздник, 100 лет футбольного клуба. Ну, во-первых, антураж. Согласитесь, что вы моложе меня, но даже вы, так сказать, даже я не помню такого антуража, который был на этом стадионе. И когда весь стадион пел, причем 50 тысяч пела весь. А вы сами пели? Да. Вы знаете слова этой песни? Ну, естественно, пришлось, я же тоже болельщик Спартака. Поэтому шла босиком, значит, и когда Максим демонстрировал свои босые ноги, ну, это было, конечно, круто. Футбольный клуб подписал договор, продлил договор с Винлайном. Насколько важно это сотрудничество? Ну, вы знаете, к сожалению, Спартак, как от Белая Ворона стоит с одняком, пожалуй, мы и Краснодар, которые живут не на бюджетные финансирования, прямой или после. Поэтому для нас любое средство заработка, которое существует, он как бы снимает большую нагрузку с акционеров, поскольку мы платим собственные деньги. И эти деньги, особенно теперь, ограничены. Поэтому я уже сказал, абсолютно, так сказать, уже встречался с акционерами, руководителями Камая Винлайна и сказал, что я немного поучаствовал в том, чтобы букмекеры были легализованы, и они имели возможность развиваться и инвестировать деньги в спорт, в том числе в футбол. Поэтому я очень рад за них, что мы нашли, так сказать, команду в виде Винлайна, которая нас поддерживает. И я рассчитываю, что такое сотрудничество будет продолжаться долго. Вот осталось мне только решить еще с пивом, чтобы и реклама пива, и пролив пива были на стадионах, и тогда практически все те финансовые возможности, которые есть, небюджетные, нами будут уже задействованы. Конечно, Винлайн это сильная команда, и мы рады, что они с нами. И даже вот сегодняшний ивент, такого никогда тоже в Москве не было ни у кого. Да, разумеется. Вы говорите о пиве, то есть это действительно серьезный момент. Мы знаем, что это серьезный момент, но это серьезные препятствия сейчас для решения этого вопроса? Пока не получается. Пока не получается, хотя все вроде как бы занимаются, но не получается. Но будем биться. И не сразу получалось с букмекерами. Тем не менее пробили, поэтому мы так и здесь будем пробивать. Победа в Кубке. Какую планку сделает Спартаку для следующего сезона, для игроков и для тренировки? Такой. Если вы помните легенду про Сизифа, который тащил камень в гору, и когда он забирался на вершину, камень катился назад. Вот и все. То есть, когда мяч закончился? В 7 вечера, да, в 7 вечера все сбросилось, планка обнулилась, начинается новый сезон. Этот новый сезон никого не волнует твои прежние достижения. Надо тащить этот камень вверх по новой. То есть это не такое необременение? Надо защитить кубок, надо выступить еще лучше? Нет, нет. К сожалению, нет. Это привилегия? И не привилегия, это титул, который навсегда останется с нами, от которого, собственно говоря, который будет в музее, и музей 2022 год будет обозначен как год, когда команда завоевала кубок. На всех вымпелах, на всей истории будет записано, что 2022 год Спартак завоевал кубок. Никто не вспомнил про 10 место. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.